Яркий запоминающийся вечер никого не оставил равнодушным. 1 сентября по каналу Россия-1 прошла трансляция праздничного концерта. День знаний для каждого является трогательным, важным и значимым праздником. А концерт День знаний со звездами в Кремле стал добрым стартом нового учебного года для более 200 ребятишек со всей страны. В том числе и для талантливой воспитанницы руководителя вокального ансамбля «Краски детства» Марии Резиковой. 31 августа в Государственном Кремлевском дворце в городе Москва состоялся ежегодный праздничный концерт. Это был юбилейный, пятый, который проходит в День знаний вместе со звездами. Моя воспитанница, участница вокального ансамбля «Краски детства» Залакова Анастасия стала участницей данного мероприятия. В июне этого года мы отправились на кастинг «Город Томск». Успешно пройдя кастинг, на нас вышли организаторы и предложили нам принять участие в данном мероприятии. Десять дней непрерывного творчества и репетиций, ежедневные занятия по пять часов, постоянный повтор материала, чтобы все получилось слаженно и очень точно. Мастер-классы от наставников. С детской командой работали настоящие профессионалы. Программа получилась обширной и очень зрелищной. Анастасия Залакова приняла участие в концерте в составе эстрадного хора «Юрия Гончара». Мы были в Кремле, выступали на Дне знаний, видели очень много звезд, брали автографы, репетировали каждый день по пять часов. Какие песенки исполняли? «Школьные годы», «Маленькая страна», «Дважды 24» и «Я русский». Поездка была действительно очень насыщенной. Были дети из разных уголков нашей страны. И Тюмень, Саратов, Волгоград. В общем, издалека. Мы были одни из Кузбасса. Было очень волнительно, конечно. Были очень трудные, такие изнурительные тренировки. По пять-шесть часов в день, конечно, переживали за ребенка. Но она очень достойно все это перенесла. И вот, собственно, сам концерт. Мы уехали рано утром туда, в Кремль. Там очень все так ответственно, по пропускам строго. И в 11 вечера мы только оттуда вышли. Был хор Юрия Гончара, и мы попали в состав этого хора. В хоре было около 200 человек, достаточно много. Их выстроили по росту и по возрасту. Настя была в первой линии и исполняли пять номеров. Помимо того, что это было вокальное исполнение, еще все номера сопровождались хореографией, то есть танцевальными движениями. Очень долго это все они оттачивали, чтобы было все одинаково у всех. Вот, пять номеров они исполнили. Было очень много звезд, и ощущение даже не верится, что наш ребенок выступал на одной сцене с такими звездами, великими, заслуженными артистами нашей страны. Учеников, учителей, а также всех родителей с Днем Знаний поздравили «Зиверт», «Шаман», «Хабиб», «Родион Газманов», «Сергей Лазарев», «Лев Лещенко», «Шоу-балет Тодос», «Александр Панайотов», «Александр Буйнов», «Наталья Королева», «Пелагея», «Лариса Долина», «Эстрадный хор Юрия Гончара» и многие другие. День Знаний в Кремле – веселый, зажигательный и танцевальный – стал незабываемым праздником для взрослых и детей. Все участники получили от организаторов сувениры, памятные подарки, а также только положительные эмоции и огромный заряд бодрости и энергии на предстоящий учебный год.